Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новый детский сад на 340 мест появился в поселке Развилка. Детям, конечно же, очень здесь будет весело. Здесь очень много у нас игрушек. Совместная акция, направленная на повышение уровня безопасности на дорогах. Я всегда ответственно к этому отношусь. Это очень важно для жизни, здоровья нынешнего и будущего поколения. Состоялся традиционный мини-футбольный турнир холдинга «Спецстрой». Корпоративный футбол помогает сплотить коллектив, снизить стресс, пообщаться коллегам в неформальной обстановке. Новый детский сад на 340 мест в поселке Развилка уже готов принять своих маленьких воспитанников. Дошкольно-образовательное учреждение уютно расположилось в сердце микрорайона «Римский». Во дворе просторная прогулочная зона. Беседки ровно по количеству групп. Игровая и спортивная площадки. Территория отвечает всем стандартам безопасности, высажены деревья и кустарники. Внешне этот детский сад выглядит очень привлекательно. Интересные цветовые и архитектурные решения. Я думаю, что будет очень приятно здесь преподавать это воспитателям и находиться в таком современном объекте. И детям, конечно же, очень здесь будет весело. Здесь очень много у нас игрушек тоже предусмотрено. Так что будет интересно. Три этажа. На первом ясельные группы и так по возрастанию. Самые взрослые ребята будут обучаться на последнем этаже. Отсюда открывается красивый вид во двор. В каждой группе одна комната для сна, собственный буфет, санузел и игровая. Также здесь есть спортивные и актовые залы и пищеблок. Объект возвели в сжатые сроки всего за год. 1 сентября состоится торжественное открытие. Диспансеризация – это важный комплекс мероприятий, который позволяет людям следить за своим здоровьем и на ранней стадии выявлять ряд опасных заболеваний. Врачи Видновской районной клинической больницы постоянно работают над тем, чтобы сделать этот процесс максимально быстрым и удобным для жителей округа. Сколько времени потратит посетитель поликлиники на диспансеризацию, узнал Максим Козлов. Ассоциация диспансеризации с очередями и большим количеством времени, которое нужно потратить на обход специалистов, уходит в прошлое. Теперь сделать необходимые исследования можно меньше, чем за два часа. Мы это осуществили в рамках проекта поликлиника «Перезагрузка». И данный проект по сокращению времени проходения диспансеризации в условиях модуля был тиражирован на всю Московскую область. Пройти диспансеризацию можно во всех амбулаториях Ленинского округа. Но здесь это можно сделать, наверное, с максимальным комфортом. Новый модуль, специально предназначенный для этого комплекса мероприятий, открылся в марте на территории ВРКБ. Это у нас пульсоксиметр. Он измеряет насыщение, концентрацию кислорода в крови и тканях и уровень пульса. Модуль оснащен всем необходимым оборудованием и рассчитан на прием 200 человек в день. Анализ крови, электрокардиограмма, флюорография и еще несколько исследований – все это в соседних кабинетах. А значит, и обойти специалистов можно в максимально сжатое время. В день приходит свыше 120-100 человек. Мы имеем всегда запас на случай вот таких непредвиденных ситуаций, когда пациент решил обратиться уже без записи к нам. С начала года в Ленинском городском округе 33,5 тысячи человек прошли диспансеризацию. И многим без преувеличения это спасло жизнь. Достаточно сказать, что за 8 месяцев выявлено 10 случаев онкологических заболеваний в начальной стадии. Если выявляются те или иные отклонения, пациент направляется на второй этап диспансеризации, где уже дополнительные обследования позволяют выявить как раз-таки наличие заболеваний и скорректировать лечение, либо назначить лечение. Позаботьтесь о своем здоровье и вы. Тем более, что сейчас это можно сделать даже в выходные. Модуль диспансеризации работает 7 дней в неделю. В рамках акции выходного дня сотрудники госавтоинспекции Ленинского округа проинформировали автолюбителей и пешеходов о правилах безопасности на дорогах. Профилактическое мероприятие инициировано отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципалитета при поддержке волонтерского корпуса партии «Единая Россия». Подробнее в сюжете Тамары Обидовой. Профилактика правонарушений на дорогах в центре постоянного внимания сотрудников госавтоинспекции. Ведь важнее предупредить развитие негативного сценария, нежели столкнуться с его последствиями. Рейды «Пешеход» и «Нетрезвый водитель» проводятся регулярно. Очередную тематическую акцию в «Видном» организовали в субботний выходной. Движение в такие дни наиболее интенсивное, чем в будни. Да и соблазн сесть за руль после дружеских встреч со спиртными напитками гораздо выше. В выходные и праздничные люди едут отдыхать, выпивают, отдыхают и кого-то тянет сесть за руль. Все нарушения, которые мы выявляем самостоятельно, мы направляем в территориальное отделение ГИБДД для дальнейшего составления протокола в отношении данных лиц, которые нарушают правила движения. Полицейские активисты проверили, насколько люди проинформированы о последствиях управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Обратив внимание не только на административную и уголовную ответственность, но и на то, что халатное отношение может стоить человеческой жизни. Поэтому во избежание необратимых последствий рекомендовали выбирать альтернативный способ передвижения после приема даже незначительного количества алкоголя. И водителям, и пешеходам раздавали листовки с важной для каждого участника дорожного движения информацией. В неотрезвом состоянии садиться за руль – это очень опасно, потому что пешеходы тоже разные бывают. Кто-то пробежит на красный свет. Вело, мототранспорт, а также средства индивидуальной мобильности по статистике создают самые высокие риски на дорогах как для тех, кто управляет двухколесной техникой, так и для пешеходов. Стражи правопорядка напомнили об обязательном использовании шлема и защитной амуниции, соблюдении допустимого скоростного режима и дистанции. Я всегда ответственно к этому отношусь. Это очень важно для жизни, здоровья нынешнего и будущего поколения. Такой диалог работает на безопасность. А положительная статистика зависит от законопослушных, грамотных, вежливых и культурных участников дорожного движения. Тамара Абидова, Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Корпоративный спорт позволяет сплотить коллектив, а также популяризирует здоровый образ жизни. В холдинге «Спецстрой» существует давняя традиция проводить мини-футбольный турнир накануне Дня строителя. Вот уже 18 лет холдинг «Спецстрой» проводит розыгрыш Кубка по мини-футболу среди команд, представляющих подразделения организации. На этот раз мероприятие состоялось во Дворце спорта «Видное», а участниками стали четыре команды – «Спецстрой-Р», «Албис-Мед», «Торговый дом Албис-Центр» и «ГК АСП». Футбол, в принципе, один из самых продвинутых ярких видов спорта. И, как мы считаем, корпоративный футбол помогает сплотить коллектив, снизить стресс, пообщаться коллегам в неформальной обстановке и понаблюдать за яркой, интересной игрой. Подобные мероприятия позволяют наладить дружеские отношения между трудовыми коллективами. Все сотрудники работают в разных подразделениях холдинга, но имеют возможность пообщаться во время таких турниров. За почти 20-летнюю историю у соревнований уже появились многократные победители. Это команда «Спецстрой-Р». В ее составе в этом году дебютировал Сергей Фролов. Игра первая, вообще в компании игра первая. Дебют отличный, начинаем неплохо, пока нет сыгранности, к сожалению, потому что у нас один игрок от снова травмировался. Сейчас наверстаем, по второму, третьему уже, я думаю, наверстаем. Главный девиз состязаний – неизменный. Честная борьба и уважение между соперниками. Общая цель у всех одна – участие в празднике футбола и получение удовольствия. Но, конечно, в процессе игры эмоции захватывают, а у игроков просыпается спортивный азарт. Первые два уступили немного, ошиблись в обороне. Все, вторую игру поднабрали, набили голов. Сейчас будем решать, что будем с третьей игрой делать. Так соперники достойны. Соревнуемся нормально. Что они давление дают, что мы давление. Стоит отметить, что активный образ жизни приветствуется руководством холдинга. Практически все участники мини-футбольного турнира не собираются на спортивной площадке раз в год, а регулярно тренируются и поддерживают форму. Тренируемся. У нас один раз в неделю есть тренировка, сыгранность есть, есть командная. Есть и братарь у нас свой, которого наигрываем тоже самое. Играем. Тренировки проходят два раза в неделю. Мы с ребятами собираемся в спортзале и уже там подготавливаемся, выбираем, кто у нас будет в основе в составе. Места распланируем, играем в распасовку, тренируем вратарей. Ну, в принципе, как у всех все происходит. Сначала все команды сыграли между собой и по результатам встреч определились лидеры соревнований. Они сразились в финальном матче. Остальные два коллектива разыграли в очном противостоянии бронзу. В итоге победителями турнира стала команда ГК АСП, обыграв в финальном матче коллег из Албис Мет со счетом 2-0. Чемпионы сегодня. ГК АСП. Фантастические ребята. Все участники были награждены памятными медалями и подарками. А на празднование Дня строителя победителям будет вручен переходящий кубок соревнований. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok